Сами медики говорят, машина скорой помощи на практике не может ехать быстрее 100 км в час. Постоянно попадаются автомобили, которые не уступают дорогу, или трафик может быть слишком плотным. А вертолет летит за скоростью 300 км в час и может пролететь от Клуги до Гатчины всего за 20 минут. Это уже проверенный маршрут. Между двумя райцентрами запустили пока пилотный рейс. Бригада скорой помощи на вертолете за три дня перевезла 7 человек. Диагнозы разные. Инфаркт миокарда, острое нарушение кровоснабжения мозга, тяжелое желудочно-кишечное кровотечение. По оценкам медиков, двое из этих семи пациентов точно не перенесли бы дорогу на реанимобиле. Здесь имеют значение временные факторы для оказания помощи, так называемый золотой час. У нас район довольно большой и радиус населенных пунктов от города Луга 80 км. И до Гатчины еще 160 км. То есть нас порой занимает транспортировка, порой бывает 2 часа при плохой погоде и больше. У этой пациентки острое нарушение мозгового кровоснабжения. Помочь ей могут только специалисты Гатчинского сосудистого центра. Борт медиков сажают как можно ближе к зданию больницы на счету каждая минута и каждый метр. Чем короче путь до приемного покоя, тем больше шансов сохранить жизнь. Произойти может все что угодно. Может произойти осложнение тяжелого заболевания, может усугубиться шок травматический, либо какой-то иной. Может неожиданно наступить коллапс, упадет давление. Абсолютно любая ситуация. Поэтому его и везут, если вы обратили внимание, в массе приспособлений медицинских. На таком вертолете можно забирать пациентов не только из других больниц. Машина может сесть, например, на трассе, чтобы эвакуировать пострадавших в дорожной аварии. К счастью, отрабатывать такой сценарий на практике авиабригаде врачей пока не приходилось. Но если случись что, пострадавшего обещают доставить в противошоковую операционную в кратчайшие сроки. Пациент после диагностики, для стабилизации состояния помещается в противошоковую операционную, где выполняются необходимые дальнейшие диагностические мероприятия, ну и, соответственно, оказание помощи в рамках хирургической патологии. Производится оперативное вмешательство, также на костях скелета, при необходимости нейрохирургические пособия. Разработать пилотный проект санитарной авиации указ Министерства здравоохранения. В Ленинградской области программу запустили под покровительством регионального Комздрава. Пять медицинских авиабригад обучили на частные деньги, купили два вертолета. От бизнеса курирует инициативу бывший специалист авиации МЧС Дмитрий Козырев. Для него поставить на крыло санитарные рейсы – принципиальный вопрос. Но для этого нужны большие деньги. Так, к примеру, час полета медиков стоит от 50 тысяч рублей. Мы готовы какое-то время брать финансирование на себя, но время, естественно, не может быть растянуто до бесконечности. Желательно, чтобы в пределах трех-четырех месяцев, может быть, полугода, уже были приняты какие-то решения, определенные источники финансирования, и начата работа по созданию и реализации этого проекта. Пока же обещают развивать новые направления на частные деньги. Уже скоро бригады докторов будут летать в Тихвин. Затем планируют пустить рейсы во все области. Юрий Баранюк, Александр Лучкин и Виктор Ларичев. Вести, Петербург, Ленинградская область. Продолжение следует...